Алоха, друзья! С вами канал Moplaut Games и давайте рассмотрим новое обновление в игре My Little Pony от Game Loft. Праздничное обновление дает нам возможность выбирать наряды для главной шестерки поняш. Также появились новые коллекции и, соответственно, новые пони. Давайте же рассмотрим все эти радости, которые нам предлагает игра. Первое, что предстает нашему взору, это что у нас появилась новая коллекция, в которой можно выиграть рифы Silver Star. Вот она состоит у нас из шести поняш. Если открыть поближе, вот как раз видны эти шесть пони. Три из них у меня уже есть, но остальных придется заработать. Одна из них вот покупается за аж 500 алмазов наших камней. По-моему, очень много, копить долго придется. Остальные пони появятся у нас в недалеком будущем. Надо следить за обновлениями игры, когда эти пони будут разыгрываться. Также у нас вылезает постоянно реклама и появилась новая возможность. Сохранение на устройство отличается от сохранения на облако. Теперь мы можем сохранять вашу игру. И сейчас нам первый, когда заход в игру, предлагают сохранить или то, что было у них в облаке сохранено, или как у вас на устройстве. Ну, выбирать надо как на устройстве. Также можно тыкнуть предпросмотр и посмотреть, какую игру вам предлагают сохранить. Ну, вот данный вариант предлагает мне сохранить мою как раз игру, которая у меня сейчас. Ну, и мне, конечно, лучше сохранить мой уровень. Вот. Теперь, когда мы выходим, тут начинается самое интересное. Театр Гранд Галлоп находится вон там, а я до сих пор не могу выбрать наряд для вечеринки. Ой, может мне мое милое новое платье подойдет? Ой, нет, только не оно. Мы подберем тебе что-то интересненькое в моем бутике Кроссель. Так как ты моя первая клиентка, я подарю тебе все вещи. Пойдем. Внизу надо открыть и теперь дальше. Добро пожаловать в бутик Кроссель. Здесь можно перемерить различные платья, попробовать новый стиль гриф и хвостов. Это у нас говорит Рерити, которая заведует бутиком. Давай начнем с этого милого платья. И нам предлагают выбрать это платьишко. Вот оно так мило выглядит, и пока это бесплатный вариант. Для этого платья нам нужен специальный материал. Нажми на значок «Получить еще», чтобы посмотреть, какой материал есть у меня в кладовой. Нам выдается три коровочки, на которые надо нам нажать. И нам дают тогда эти самые материалы. Потом мы нажимаем «Забрать». И замечательно, нужно купить достаточное количество, чтобы пошить идеальное платье. Нажми на значок «Пошить» и выбери дальше. Чудесное, безумное, хочу показать его другим пони. Спасибо, Рерике. Ой, подожди минутку, не могу позволить тебе пойти с такой неузаурядной гривой. Сейчас я все тебе сделаю. Сейчас мы сделаем из тебя супермонец. Ой, у нас не хватает материала для нового стиля. Нам нужно заглянуть в кладовую. Идем в кладовую, чтобы выбрать новые коробочки, в которых будут новые материалы, которые мы забираем. И тогда, благодаря этому, мы можем для гривы сделать красивую гриву, уложить. Посмотрим, подойдет ли этот стиль твоей гриве. И вот, тогда мы его одеваем. И на искрике он отображается. Следующий – это у нас хвостик. Давай попробуем ей хвостик уложить. Чтобы поменять наряд, нажми на значок «Надеть» и подожди немного. Терпение, еще раз терпение, красота требуют жертв. Это нам предлагают, по крайней мере, бесплатно. Идеально, нажми на значок «Закрыть», чтобы выйти. Ты всегда можешь взглянуть в мой бутик и обрести самую модную одежду. Ну вот, если что, можно всегда выйти. Нажать крестик и так далее, и так далее. Помимо искрки, мы можем выбирать и для других пони-наряд. Для этого надо нажать стрелочку вбок. Вот здесь первый появляется сразу Пинки Пай, у которой здесь тоже есть наряды. В каждый из нарядов можно зайти и выбрать его. Ну, например, первый наряд – это у нее вот такой вот волнистый, как одуванчик. Это вот у нас второй наряд, такой более возвышенный для каких-то высоких выходов в моду. Это у нас третий наряд. Ну, у Пинки они все в таком стиле конфетном, очень ярко выглядящем. Ну и последний наряд – это у нас какой-то карнавальный костюм. То ли к Новому году приуроченный, то ли может быть к Хэллоуину. Но, скорее всего, к Новому году, раз он у нас. Следующее можно нажать, выбрать следующую пони. Это у нас Рерити, которая, конечно же, себе пошила изящные модные платья, в которых можно выходить в свет, ну, просто-таки куда угодно. Это вот ее уже второе платье. Закрываем и открываем третье красивое красное такое платье. И теперь у нас такое совсем уж королевское, ну, просто красотень. Мы его можем примерить, но для того, чтобы его получить, нам нужны редкие материалы, которые получаются за пять кристаллов. Следующее наше пони – это AJ Applejack, у которой наряды, ну, вот этот мне не очень нравится. Она здесь выглядит у нее такая, как мода 80-х. Не очень. Второе платье, ну, получше, но прическа мне здесь тоже не нравится. Какая-то она странная. Вот, следующее платье у нас очень-очень красивое. Она в нем очень красиво выглядит, уложены волосы, красивая ей скрепляет заколочка волоса. Ну, а это опять у нас коронавальный костюм, приуроченный, наверное, к Новому году. Ну, выбираем следующую пони. Так, следующее пони – это у нас Флат Рошай. На ней выглядит всегда все идеально, самое милое, тихое, спокойное пони. И вот на ней очень красивые костюмы есть. Вот, если посмотреть, теперь следующий смотрим. Он ей, наверное, еще больше идет, но прическа немножко не очень красивая. Следующий костюм у нас, наверное, один из самых красивых. Тут мне нравятся, по крайней мере, такие фиолетовые тона, как будто бы со звездами. Ей очень идет. Ну, и последний костюм, как у всех пони, это у нас коронавальный костюм, в котором я даже не знаю, как она выглядит. Ну, и нам остается еще одна самая важная пони, но не самая, а одна из самых важных – это Раймбоу Дэш. Первый ее наряд у нас вот такая красотень. Теперь открываем второй. Вот у них тут только с прическами какая-то непонятка. Мне, по крайней мере, нравится, как у них обычно грива уложена. Теперь у нее наряд вот такой вот красивый, тоже цветочный. Она в нем, по-моему, была на свадьбе Контерлота. И последний наряд – это у нас, конечно же, у нее какой-то форма стражника, карнавальный костюм Раймбоу Дэш. Ну вот, для всего этого нужно потратить деньги. Вот, еще раз посмотрим. Пинки, Рерити, Эппл Джек, Флаттершай и Рейнбоу Дэш. Наши пони, которых можно надеть. Ну и опять искорка. Также у нас есть знак такой восклицательный в углу, на который можно нажать, и нам расскажут, о чем же там у нас это обновление и как в него, в общем-то, играть. Расскажут об этом и именно бутике Рерити. Смена внешности. Вы можете менять внешность своей пони. Новый образ состоит из таких частей, как тело, грива и хвост. В бутике Рерити можно найти различные комплекты одежды, которые состоят из нарядов для тела, гривы и хвоста. Чтобы надеть весь комплект, вам необходимо пошить все его части. Пошив. Для создания идеального образа вам потребуются материалы. Открываем коробки в кладовой Рерити, чтобы пополнить свой запас. Одевание. Чтобы попробовать комплект или часть костюма, нажмите на значок «примерить». Если наряд вам понравился, нажмите на значок «надеть». Обратите внимание, что, как и в реальной жизни, на это нужно время. Вы можете ускорить процесс за камни. Надеть полный комплект пони получит специальный бонус. Это могут быть звезды в мини-играх, сбор яблок, шарики и телескоп. Бицы в магазинчиках или бонусные очки в мини-игре «алмазная шахта». Так что, если надеть какой-то из комплектов, он даст определенный бонус. Вот так вот выглядит наш магазинчик снаружи. Очень миленько выглядит. В него так что можно заходить. Он у нас появляется в самом начале в Контерлоте и в Панивилле. Около, собственно, нашего поезда. Также у нас появились новые пони. Клиас Кайс. Пони-путешественник и магазин «Шоколады». Это у нас новинки в Панивилле. Клиас Кайс 750 тысяч стоит 300 кристаллов. Пони-путешественник и 250 кристаллов в магазин. На ферме «Сладкое яблоко» – магазин фейерверков. В Контерлоте «Патти Фейвор», «Мондэнсер», «Единорожка», «Шик». Все они очень дорогие. Патти Фейервер можно было выбрать, выиграть в шариках. Остальных всех покупать за кристаллы. Ну и здесь набор, в котором у нас поняши новые такие за 949 рублей. Это у меня на Apple. По крайней мере, такая акция. Ну и вот здесь дальше везде показаны разные поняши новые, которые появились. И за какую сумму их можно купить. Также можно выбрать Джун Бак в игре «Девочки Эквестрии». Это одиночная акция сейчас проходит. На Apple она, по крайней мере, проходит. Также у нас в игре появились новые коллекции. Их можно найти после коллекции с родителями Рэрити. Ну или «Цветочной силой Рэрити». А потом идут 4 новые коллекции. Первая коллекция называется «Полдень». За нее мы получим 30 кристаллов. И надо собрать нам шерифа Сильверстара, младшего Депьюти и старшего Депьюти. Следующая наша коллекция – это «Погодные пегасы». За нее получим 35 кристаллов. Надо собрать Санфлаура, Клиаскайз и Оупенскайз. Четвертая – «Контрлодский законодатель моды». Архитектор, Готесса, Светик, Модница, Единорожка, Шик. За нее мы получим аж фотостудию, простите, какую-то. Ну вот. И последняя пони «Домоседы». За нее получим 20 кристаллов. Это «Джентль Кольт Путешественник», «Пони Путешественник» и «Мэ Путешественница». И за них, ну, опять же, получим 20 кристаллов. Это вот 4 новые коллекции. Ну, соответственно, такие пони у нас появились в игре. А, ну и вот такой вот обзорчик получился на новое обновление в игре «My Little Pony» от Геймлофт. Надеюсь, вам понравилось. Наслаждайтесь обязательно этим обновлением. Подбирайте своим поняшам новые теперь наряды, которые будут вас обязательно радовать. Ну и всем пока. До новых встреч. И пусть удача всегда будет с вами. Пока!